А че? А че не будет? Сейчас мы едем за бензином, потому что есть подозрение, что чайдер не запускается, потому что нет бензина в нем. Мотор запустился первый раз вот так вот, дрынь, и он сразу работает. Не нужно подгазовывать ни педалью, ни дросселем, просто дрынь, и все хорошо. Даже не так, как на Sky было. На Sky опять же, сколько раз не запускали мы, все время нужно было подгазовывать. Здесь просто с ключа. Не хватало топлива, на самом деле. Сейчас следующая проблема вылезла, это обороты. Почему-то обороты начинаются с 2000 и долезают аж до 2500. Сейчас будем решать этот момент, по какой причине обороты повышаются, потому что это нехорошо, что так мотор работает на износ на 2500 оборотов на холостых. Нет, надела на передачах, это норма. Попробую запустить и запушить сразу. Так, сейчас проверяем клапан холостого хода. Он должен у нас ходить, внутрянка, да, он там? Так, зажигание, и он не ходит, да, нифига у нас? Так, соответственно, мы сейчас будем пробовать либо оживить этот клапан, новый датчик холостого хода, либо придется покупать новый, капец. По мелочи повылазило. Так, а как мы его можем оживить? Вот туда набрызгать чего-нибудь, чтобы он заходил? Мне кажется, он просто это, ну, долго стоял, видимо, и подклинил, поэтому. Сейчас, в общем, попробуем вот такой вот очиститель, правда, это на мак очиститель, но загрязнение снимает хорошо, поэтому будем надеяться, что здесь нам тоже он поможет. Сейчас хорошенько зольем и оставим откисать. Работай, пазла! У меня... Кто во мне включился? Ну-ка, на чей голос похоже. Так, все, орать перестал, но теперь нужно выехать и проверить, убедиться точно, полностью прогреть мотор, потом полностью остудить, потом еще раз запустить и убедиться, заработал или нет. Но я думаю, если уже сейчас есть, да, у нас результат, значит, вот эта вот штука помогла. Смотрите, кто приехал в гости ко мне, подписчик, как давно подписан на канал, рассказывает, что им нравится смотреть, что им нравится, что бесит, что восторг. Да, с самого начала, с самого начала, наверное, с самого начала, чем ты, твои же ролики. Так, ну-ка, ну-ка, и какой самый первый ролик? Изменилась я с первого ролика? Первая, я не помню, что ты уже копалась в двигателе, потом ты шла креста у тебя. Я вот, честно, не помню, что было с двигателем. Изменилась я за 4 года или нет? В лучшую или в худшую сторону? В лучшую, маленькая. Маленькая? А ты думал, я жирненькая? Да, побольше. Так что я не жирная, понятно? Все, мы сейчас поедем. Поедешь? Поедешь со мной на тест? Пацану повезло. Первый тест будет у нас. Дрыньк. Ну что, выезжаем, проверяем. Первый выезд без глушака. Приводим двигатель в действие. Опа, замигало что-то тут у нас. Какой-то задний ход не подключен, что ли, еще. Неплохой звучок. Тормоза, главное, чтобы были. Лампочка еще загорается. ЕТСС. Вот это шов. До сих пор горит почему-то. Это что? Это же дроссель мигает. А, вот. А, вот это вот, лампочка. Странно. Так, нам, в общем, нужно будет разобраться, почему... Опа. И потухло это. А вот, да. Газ удаешь? Газ выпускаешь, она пропадает. Вот, опять газу даю, появляется. С этим разобраться, с этой лампочкой разобраться. И что с бензиком у нас? Потому что лампочка горит, 10 литров была залита, стрелка не поднялась. Возможно, у нас проблема с датчиком. Надеюсь, это из-за выхлопа. Не гасит, типа, да, вот это пламя. Ничего не выходит. На одной ноге редуктор одноногий, ну нафиг. И выхлопа нет. Мотор так-то работает вроде неплохо, поэтому едем сейчас в сервис. Завариваем редуктор на первое время, ставим выхлоп, а потом все остальное. Вот эта вот лампочка вот здесь вот загорается, когда газ жмешь. Антизанос. Антизанос? И что, он все время мигать будет, что ли? Его отключить просто надо вообще. Потому что на шаге всего отключить, то он просто будет гореть. Окей, тогда тут еще, подожди, а тут еще лампочка горела, что у нас со светом проблема. И с датчиком, смотри, у нас здесь лампочки сзади не горят. Не горят, не подключены, да? Две лампочки горят, две нет. И вот с вот этим надо разобраться, чтобы у меня бензин показывало. 15 литров остается, загорается лампочка. То есть это десятки, это вообще ни о чем. А, ты хочешь сказать, что все потухнет нормально будет, да? Ты можешь прямо сейчас заехать на заправку, вот пока еще машина на ходу заправит, там, не знаю, литров 20 залить, и сразу делаем этот вопрос. Руслан хочет доверить мне свой краун, правильно делает. Сейчас мы поедем еще за бензином, потому что мастера сказали, что все-таки нужно чуть больше бензина, и тогда стрелка поднимется, и лампочка потухнет. А у него вот, какой краун, это какой кузов? 180... 171. 171? Под капотом, давай сразу посмотрим, покажем, что у тебя. Гляньте, какие шогуны хорошенькие. Ванюк убрал, да? Да, правильно. Блин, хороший, глянь, морда, конечно, богата. Мне тут эта корона нравится, как раньше делали, сейчас они какие-то 3D-шные. О, да, серьезно? Подожди, 171-м раза стояли ГТЭшные моторы? Да, редкость, мы стояли. Хорошие. Так-то не редкость, просто в нынешнее время я их сейчас вообще... Ты все по штату, да, сделал? Да. Удачи, как мне надо. Ладно, окей, погнали. Зато тут корона не выпуклая. А, на автомате. О, халя... О, чпок. Оля, ну как корабль, да? Такой прям. А это что там, где, глянь, столько ошибок горят? Нормально едем, так хорошо. жалеешь что подвязался да нормально все стоило ну ладно поехали что это течет что-то надо выяснить и и и и и и и вот что у нас получилось кстати в жиге я клала пластинку вот сюда вот между этими сетилитами здесь же решили вот таким образом это сделать но мастера сказали то что и такую выдерживает заварку вполне не ездит ездит на своих корчах и все норм поэтому надеюсь надеюсь все будет супер пупер пупер супер короче масло решили сразу залить так проще блин через эту плюшку лить эти люди 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 и прям на этот шестерен готовлю редуктор к веселухе ох будет вкусненько кататься в общем дело такое помните я вам говорила что хочу сэкономить так как не хватает у меня на выхлоп денег уже на нормальный и купила я каткейлер для того чтобы приколхозить трубовому мотору атмосферный выхлоп помните да так вот вот он выхлоп лежит атмосферный и нифига он не встает вообще ну можно там конечно еще умудряться там что-то колхозить пробовать но на самом деле дороже выйдет но благо что у меня самые крутые подписчики просто я опубликовала stories в инстике что мне нужен выхлоп откликнулись одни ребяточки на мою stories которые разбирают как раз таки владелостойки gzx100 кузова и мне взяли и привезли выхлоп целый сборец японской тачки японские понимаете не китай ничего там вот он смотрите какой он двухствольный ядрить колотить вот это у меня пушка будет алик все я щас это один каткейлер так ну пригодился вот этой части бы к разу и вот отсюда он пойдет вот туда вот а тут у нас уже красуется редуктор заваренный там все дела крутятся оба колеса можно покрутить чуть получится вот и там и тут смотрите все как надо все так надо кайф ну вот и проверим насколько хватит атмосферного заваренного редуктора турбомотором да 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 конечно бы очень хотел чтобы она блестела сверкала как новенькая но ударенному конем зубы не смотрят как бы мы я довольна зато японская это тут у нас кто такой прозрачненький вот кто маленький малыш датчик буста вот он у меня механический датчик буста маленький но зато показывать должен очень хорошие показатели стабильно непогода во владивостоке чайзер наш готов но прежде чем куда-то ехать конечно нужно было установить ручку кпп чтобы не получилось как это было sky я выбрала вот такую вот катану но у меня есть еще одна ручка в общем давайте сейчас переходите ко мне в инстаграм там будет сторичка и голосование какую ручку мы оставляем в чайзере а какую я разыграю среди вас а также еще я разыграю для вас этот вот рюкзачок потому что он вам очень понравился и еще вот несколько вот таких вот брелочков подарки я буду раздавать своем инстаграме ссылочка также на него будет в описании вообще ребят вы мне там очень нужны потому что я там 100 публикую самые свежие новости о чем-то спрашиваю рассказываю вот сейчас я буквально опубликовала stories что еду в находку и буду там гадать подписчиков ребятам я там уже ждут youtube к сожалению не дает такой возможности чтобы вот так вот постоянно держать связь поэтому подписывайтесь что все время быть со мной на связи подписчиков подписчиков Ну что, мы выехали с бокса. На этот раз это прошло настолько быстро, что я аж не успела и охнуть, как чайзер уже, можно сказать, готов. Ну, готов именно сердце, да, у нас новое здесь, и механика. Но сейчас настало время это все дело протестировать, посмотреть, выдержит ли атмосферный заваренный редуктор со слабенькими приводами, и насколько же хватит резины моей 16-й, потому что она там уже, конечно, лысенькая. В общем, сейчас ее дожжем по полной. Субтитры сделал DimaTorzok Да ты слабенькая. Так, мы сейчас пробуем, чтобы... Надо первую пошли, и вторую сразу подпихнул, и пошла побольше. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На все готов? Уверен? Машину будешь потом ремонтировать, если на стол намотаемся? По-моему, колестуха на... Был бах. Ва-а-а-а! Это что такое? На камеру смотри, на мотор. Серьезно? Серьезно? Охренеть. Охренеть! Какой крепкий корпус. Ты посмотри давление есть. А здесь... Блин! Здесь тоже! А что же бахнуло? Блин! Ну я не могу просто так уехать, чтобы не дожечь покрышки! Меня очень удивило как управляется заварка. То есть до этого я ездила либо, соответственно, на хороших редукторах, где блокировочка, там все дела, либо вот на моем скайлайне, ЛСД-шка там, да. Здесь же заварка, очень прикольная, конечно, ее держать совсем надо по-другому. Это, знаешь, из-за этого плетут косички, и потом это такой оберег для дрифтера. Это тебе надо на фенечку расставить. Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это тебе повезло, ты портовый! Вот это он жахнул, да, прям? О, хорош! Ну что, тут теперь уже хочешь, не хочешь, а резина новая нужна. А где резина, там и новое литье, потому что это прям... Поэтому погнали мы за новыми колесами. Ну а с вами я прощаюсь до следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok